С нами на связи Сергей Антонов, председатель объединения Комитет-2024. Сергей, приветствуем вас в эфире телеканала Freedom. Доброе утро. Доброе утро. Сергей, а скажите, вот если мы говорим о электронном голосовании с помощью интернета, в целом, как эта история вот сейчас реализована в Российской Федерации, и можем ли мы говорить действительно, что, ну, в любом случае, она уязвима к разным фальсификациям? Ну, если мы говорим чисто вот об электронном голосовании, ну, скорее всего, любая система уязвима от фальсификации, но вот тут то, что касается именно России. Дистанционное электронное голосование в России не в первый раз будет использовано. Оно началось еще с 2019 года, был первый эксперимент. И сразу же с первого же эксперимента ДЭК показал, что он используется как, властьями используется как инструмент для того, чтобы корректировать результаты голосования в нужную ему сторону. Был очень такой показательный момент, когда оппозиционный кандидат на выборах в Московскую городскую думу выиграл на всех обычных участках, но проиграл выборы за счет того, что кандидат от «Единой России», кандидат от мэрии Москвы победил и с лихвой перекрыл все проигрыванные голоса на ДЭК. С тех пор ситуация с ДЭКом не менялась, проконтролировать ДЭК невозможно. И даже есть прецедент прошлого года, когда территориальная избирательная комиссия, отвечающая за ДЭК, которая организует голосование, дистанционное электронное голосование, просто не пустила наблюдателя, который был назначен от КПРФ, на рассмотрение итогов и на подведение итогов голосования. То есть просто по надуманным причинам ему сказали, что вас нет в списках. ФСО его просто не пропустило. И несмотря на то, что практически невозможно вскрыть фальсификации при проведении ДЭК, власть еще боится даже просто присутствия физического и каких-то там возможных утечек информации из той комиссии, которую организует ДЭК. Сегодня у нас, значит, эти 29 регионов, которые, значит, будут участвовать в ДЭГе, они все объяты работой администрации всех уровней, то есть и региональных, и местных. Значит, все бюджетные учреждения сейчас включены в такую работу. Значит, бюджетников, всех людей, зависимых, скажем так, от начальства, заставляют регистрировать вот в этих регионах, регистрироваться для участия в ДЭГе. Причем Московская область, которая является чемпионом по фальсификациям в России, которая в прошлом году с помощью ДЭГа показала рекорд, 64% явка. А независимые журналисты, которые проводили опросы, они выявили, что практически никто из опрошенных, если сплошняком опрашивать на улице, в городах Московской области не голосовал. Но, тем не менее, они в прошлом году показали 64%, и сейчас Московская область опять прославилась таким, значит, казусом. У людей стали в личных кабинетах на госуслугах появляться заполненные заявления на участие в дистанционном электронном голосовании, при том, что эти люди не заполняли такие заявления. То есть, вот этот один такой маленький пример показывает, насколько липовое, насколько фейковое является вот это дистанционное электронное голосование. Сергей, это цифра в 38 миллионов. На основании каких данных ее удалось журналистам выяснить? И насколько вот эти 38 миллионов могут, скажем так, повлиять на процесс в этих так называемых выборах? Это цифра, это количество избирателей в тех 29 регионах, где будет проводиться ДЭК. Соответственно, это гипотетическая цифра. И вот то, что я сейчас привел пример, вот эта работа всего административного ресурса, она проводится для того, чтобы как можно больше людей загнать в ДЭК. Причем людям даже запрещают просто, ну, их заставляют регистрироваться на ДЭК и говорят, что если вы не зарегистрируетесь, у вас будут негативные последствия, а проголосовать, скажем так, вручную вы все равно не сможете. То есть, поэтому власть старается максимально приблизить количество зарегистрированных и количество тех, кто будет голосовать, к той цифре, о которой вот говорят журналисты. А как это получается, как это балансирует? Потому что, ну, мы понимаем, что Путин это человек такой себе процедуры. Он бы, возможно, хотел бы остаться вот царем там вообще на все оставшиеся ему дни, да, до окончания его жизненного срока. Но все равно, ну, нужно, нужно показать явочку. А тут вы говорите о том, что людей даже пугает тем образом, что вы, если не проголосуете в рамках вот этого ДЭКа, да, то, соответственно, ну, других каких-то способов у вас не будет. Но нужно картинку показать. Или они возьмут какие-то регионы с большим количеством населения, там покажут, а здесь просто проголосуют и сделают подписи так, как необходимо. Галочку поставят так, как нужно. Вы абсолютно правы. Почему им нужен ДЭК? Потому что ДЭК дает возможность без, скажем так, без шума и пыли провести все необходимые процедуры по фальсификациям выборов. Да, и принуждение идет и на ДЭГе, но принуждение будет и при обычном голосовании. Но при ДЭГе это принуждение практически будет один раз. А при обычном голосовании это будет постоянный процесс, и закончится он только там 17 марта. Я объясню, почему. Потому что когда вот сейчас людей заставляют регистрироваться на ДЭК, после этого достаточно будет для того, чтобы их принудить потом голосовать. Можно даже пойти еще проще, да, и я думаю, что такие будут прецеденты массовыми. У людей будут забирать пароли от госуслуг и просто, ну, то есть через, допустим, через трудовые коллективы администрация будет собирать пароли от госуслуг и просто, допустим, в пятницу сотрудники отдела кадров будут голосовать за этих людей. То есть если это речь идет о, допустим, студентах, родителям, воспитанникам детских садов, учеников школ, то там будет все строиться через классных руководителей. То есть это все будет незаметно, это будет все, значит, проходить негласно, и это невозможно отследить. Если людей будут гнать, приводить на избирательные участки, это больше заметно. И, допустим, опыт 2021 года показал, когда, например, в Питере выборы проходили, голосование проходило в спортивном зале, и там стояли прямо очереди, ну, человек 300, наверное, очередь людей, которых привели голосовать. Это, конечно, та картинка, которую путинский режим не хочет показывать. Вот. Поэтому ДЭК помогает ему избегать вот таких вот, значит, негативных каких-то картинок. Вот. Поэтому ДЭК выгоден. А всенародную, в кавычках, поддержку Путина покажут другими средствами, то есть в других регионах, в том числе, как вы правильно сказали. То есть здесь себе облегчает работу режим. То есть неким образом моделирует реальность при помощи этой системы электронного голосования сейчас режим. Ну, с другой стороны, уже в ноябре даже Институт изучения войны говорил о том, что Кремль будет использовать эту систему как раз для фальсификации, для манипуляций. Ну, это фактически не только Институт изучения войны. Думаю, у одной цивилизованной страны в этом не осталось сомнений. А внутри России какова вообще история доверия, скажем так, вот этим системам голосования электронным и голосованию в принципе. Ну, мы так понимаем все прекрасно, что это имитация избирательного процесса. Это даже выборами очень тяжело назвать. Внутри России есть это понимание? Безусловно, люди все видят, все понимают. И они недобровольно участвуют в этом голосовании. Что касается ДЭГа, я, как сказал, уже с 2019 года все понимают, что из себя представляет ДЭГ. У людей в России сейчас апатия. И не сейчас, а уже много лет. То есть 80% просто хотят быть подальше от политики и от всего прочего. И поэтому они, конечно, подчиняются начальству. То есть они участвуют в этих псевдовыборах и делают то, что им говорят. Но все-все прекрасно понимают, понимают, какова цена этих выборов в кавычках. Какова легитимность этого президента. И они просто идут по пути наименьшего сопротивления. Мы, конечно, все видим, к чему это привело страну. И сколько этих самых же россиян уже погибло на войне из-за такой их позиции. Но это вот то, что есть сегодня. Давайте поговорим о картинке, которая касается не только официальных регионов Российской Федерации, но и временно оккупированных российской армии. Но в целом Россия планирует привлечь своих военных к так называемым президентским выборам на временно оккупированных территориях Украины. Об этом сообщает Центр национального сопротивления. Все российские оккупанты, которые не принимают участие в боевых действиях, должны подать заявление на голосование в марте, чтобы увеличить явку на так называемых участках. В Центре национального сопротивления отмечают главная задача Кремля попытаться легализовать свое правление и политику фашизма. Для этого в России создает иллюзии избирательного процесса, который в итоге покажет, как нам заявлял Песков, более 80% поддержки россиянами Владимира Путина. Сергей, вот тут подход, он схожий с тем, который используют кремлевские кураторы, но касаемо в целом регионов Российской Федерации. Этот подход касается и временно оккупированных территорий Украины. И вдобавок к этому вопросу я еще хотел бы, знаете, у вас уточнить. Вот Путин пытается таким образом легитимизовать эту историю. Для себя лично. Да, но какие есть методы или рычаги, которые можно использовать для того, чтобы провести так называемую делегитимизацию? Что касается временно оккупированных территорий. Ситуация с проведением псевдовыборов на временно оккупированных территориях Украины намного сложнее, нежели чем организация этих псевдовыборов в российских регионах. Потому что, во-первых, значит, оккупационная администрация Путина сталкивается с нежеланием украинцев участвовать во всем этом. И здесь давление максимально приходится оказывать оккупационным властям для того, чтобы заставить людей участвовать в этом. Во-вторых, количество избирателей стало большой тайной с прошлого года, когда были проведены первые псевдовыборы на оккупированных территориях. В связи с тем, что людей там очень мало, и многие не хотят участвовать. И вот в связи с этим путинский режим пошел на беспрецедентный шаг. То есть это когда разрешили голосовать и тем, у кого есть российские паспорта, и тем, у кого украинские паспорта, и тем, у кого вообще нет документов. То есть это было принято такое решение не от хорошей жизни. Это было сделано в связи с тем, что просто там физически нет людей, которые бы могли участвовать в этих псевдовыборах. Кроме того, для того, чтобы исправить ситуацию по голосованию на временно оккупированных территориях Украины, в 81 регионе России были созданы экстерриториальные участки, так называемые, то есть на которых по замыслу политадминистраторов путинского режима должны были голосовать те украинцы, которые оказались на территории России после оккупации вот этих территорий Украины. И вся эта практика прошлого года, она будет использована в этом году, и добавляются, значит, открепительные, то есть голосования по открепительным удостоверениям тех оккупантов, которые сегодня находятся на территории Украины. Поскольку в прошлом году они это не могли использовать, в этом году они используют, потому что выборы общефедеральные. Вот такие вот сложности возникли на временно оккупированных территориях. Что касается стремления Путина легитимизировать эти выборы, и задача российской оппозиции, по крайней мере, той части, которая ведет реальную борьбу с Путиным, добиться делегитимизации псевдовыборов, то здесь как бы можно очень все просто объяснить. Путин понимает, что это никакие не выборы, он понимает, что он незаконно избранный президент, он понимает, что вся его власть, она держится на штыках, он понимает, что если сегодня убрать силовую составляющую, то никто его президентом не выберет. Поэтому ему важно убедить вот тот электорат, который ему еще верят в России, тех людей, в основном это пенсионеры, и какая-то небольшая часть тех людей, кто делает деньги и карьеру на войне, на убийстве украинцев. Ему необходимо, чтобы эти люди верили, что Путина поддерживает вся страна, и ему надо определенную легитимность получить на международной арене, для того, чтобы его воспринимали африканские диктаторы за сильного какого-то лидера международного, там, латиноамериканские, Китай, Иран, и его, значит, вот эти союзники-террористы из Хамаса, Хейсбалы и так далее. И он понимает прекрасно, и все понимают, что демократические государства, страны Запада, к нему как иначе как диктатору относиться не будут, но вот эти страны третьего мира, которые Россия в том числе шантажирует, значит, как-то подкупает, в этой части международная легитимность ему нужна. И как может российская оппозиция с этим бороться? Ну, во-первых, показывать, что это не выборы, во-вторых, не участвовать в этих псевдовыборах, и самое главное — это вести диалог с международным сообществом и показывать, что в России есть конструктивная реальная оппозиция, которая не подыгрывает Путину, а борется с ним, что в России не выборы, потому что международное сообщество, ну, каждый же в меру своей испорченности мыслит, и им кажется, что вот есть там какой-то Надеждин, есть какие-то там 3 миллиона якобы людей, которые поставили подписи за Путина и так далее, и так далее. И им в голову не придет, каким образом, как это все делалось, как надувался рейтинг Надежды, на кто ему финансировал штаб, кто создавал, кто и как собирал подписи, что в этом участвовали органы государственной власти, органы местного самоуправления, что использовалось бюджетное имущество, в рабочее время это делалось. То есть западным политикам это просто в голову не придет, такая дикость, потому что это нонсенс. И мы должны им это объяснить. Российская оппозиция должна это показать, объяснить не просто так, что это наше мнение, что Путин нелегитимен, а вот показать первое, второе, третье и так далее. И над этим мы сейчас активно работаем. Против Путина было подано 320 жалоб, было подано заявление о снятии его с выборов. Эти все наши жалобы, заявления Центральной избирательной комиссии даже отказалась рассматривать. Нам пришел один ответ на все вот эти жалобы и заявления, что нарушений нет. Просто нарушений нет, ваши все доводы не обоснованы. То есть Центральная избирательная комиссия расписалась в нежелании соблюдать закон, расписалась в том, что это никакие не выборы и не лести. И нам даже в письме написали, что не допускается вмешательство в деятельность избирательной комиссии. То есть когда гражданин России обращает внимание на нарушение закона, таким образом он вмешивается в деятельность этого преступного путинского государства. Нам это черным по белому было написано. И одна из целей вот этих всех жалоб, она была, кроме того, что мы хотели зафиксировать и показать всему миру, каким образом строится вся так называемая избирательная кампания Путина, мы еще показали, что из себя представляет российское государство. Что это никакое не государство, по сути. Это преступное сообщество, которое захватило власть в стране. Вот и все. И вот из этих составляющих будет складываться делегитимизация путинского режима. И мы сейчас переходим, после того, как мы собрали необходимые доказательства, к этапу представления международному сообществу. И мы будем добиваться того, чтобы к 17 марта, после 17 марта в России не было легитимной власти, чтобы эти псевдовыборы этого псевдопрезидента не признала ни одна нормальная страна демократическая. И вот этим нам предстоит заняться. Для нас эти псевдовыборы закончились в день регистрации Путина. Потому что после того, как произошла эта незаконная регистрация, никаких псевдовыборок говорить уже просто не приходится. Сергей, спасибо вам большое за то, что нашли время, присоединились к нашему эфиру. Сергей Антонов, председатель объединения комиссии 2024, напомню, с нами был на связи. Вся правда о войне России против Украины. Узнавайте оперативные новости первыми в телеграм-канале Freedom. Freedom. Только то, что действительно важно знать. Подписывайтесь. Ссылка в описании.